На каждую бригаду, занимающуюся отловом бродячих животных, поступает по 80 заявок. С раннего утра шесть бригад по просьбе горожан приступают к работе по отлову. Бездомные кошки и бродячие собаки развелись у многоэтажек в центре города в огромном количестве. Местные жители такому соседству под окнами не рады. Раньше жители дома опасались бомжей, которые ютили здесь под окнами. На сегодняшний день вместо них пришли собаки и кошки, которые бросаются на нас и наших детей без всяких причин. Весной после того, как у животных появляется потомство, количество бездомных собак и кошек увеличивается в разы. А когда большие и маленькие, гладкие и пушистые избиваются в стаи, то любоваться на братьев наших меньших хочется лишь не выходя из дома. На улице они превращаются в реальную угрозу для здоровья. В это время года работы у бригады по отлову бродячих животных не впроворот. Отлов происходит с помощью винтовок, стреляющих шприцем со снотворным. «С присоединением 40 районов к городу количество заявок выросло. Самое наименьшее количество заявок на день – это 15 на каждую бригаду». Бродячие и бездомные животные несут в себе и опасность заражения бешенством, переносчиком которого нередко являются. Поэтому необходимо быть предельно внимательным при тесном контакте даже с самым хорошеньким щенком или котенком. Тем более, что в Южно-Казахстанской области не так давно два человека скончались от бешенства. Так что при виде бездомных животных лучше всего незамедлительно обратиться в местный Акимат и ветеринарийный отдел.